доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал приветствую всех мои друзья кто постоянно смотрит мой канал кто заглянул впервые меня зовут анжелика хочу вам показать чем я сейчас занята чем занимаюсь на чем как говорится работаю купила я вот такую ткань уже говорила что у нас открылся магазин лоскут называется там очень большое количество ткани кроме того что я занимаюсь вязанием всеми видами рукоделия шью и не все вещи которые мы шьем для себя и для дочери мы показываем поэтому как бы время тратится еще и на шитье но это вещи я решила вам показать потому что это связано еще немножечко связанием вязание здесь крючком купила вот я такую ткань она на самом деле более салатового оттенка на камере более насыщенный оттенок но на самом деле такая яркая яркая зелень я думаю что при дневном свете когда я буду показывать фотографии возможно цвет будет передаваться более правдоподобно для того чтобы связать крючком я взяла вот такую пряжу от одесских хлопок яркая зелень 480 это кому интересно вдруг загорится кто-то будет желать такое же повторить или что-то соорудить наподобие что потом не было никаких вопросов в комментариях вот такой оттенок ткани я взяла 2 метра это вискоза этот лоскут который у меня остался так как с метраж ширина хорошая у меня довольно таки прилично осталось и расскажу вам предысторию купила я 2 метра решила выполнить себе такую вещицу для того чтобы носить на море она не прилегала не облегала нигде подмышками не застревала нигде не было видно что ты вспотел чтобы это была широкая балахонистая вещица которая удобно заныривать в нее и чтобы она меньше соприкасалась кожей вискоза как раз ткань для таких вещей она очень приятная к телу это ее как бы большой плюс она очень легкая сама по себе вот и модель выглядит как распашонка поэтому я решила совместить пряжу и ткань конечно кто захочет такую вещь повторить можно использовать очень-очень тоненький джинс но вот это вот вискоза она для моря самое то цвета там были персиковые желтые и прямо такое очень с ярко-салатовый но я остановилась на этом потому что мне больше подходит этот лоскуток который у меня остался я его конечно припасла хочу сказать по поводу вискозы а чем она хороша то что она легкая я уже сказала но большой ее минус в том что она очень хорошо садится поэтому прежде чем кроить что-либо из этой ткани я постирала отрез и второй минус который есть она очень сильно мнется то есть я всегда ткани когда покупаю я проверяю их я знаю что из козы она очень мнется но заминаемость вот такая которая есть конечно если вещь лежит вот так вот она так и помнется будет здорово но гладится она здорово хорошо садится сама ткань после стирки где-то приблизительно на сантиметров 10 поэтому если вы ну допустим захотели что-то покупать на конкретную длину обязательно возьмите запасом хорошо что мне девочка который продавала нам не об этом сказала ну и первую первая история которая есть я решила что я покрою распашон очку и немножко не предугадала с тем что у меня подобрели бедра вот и бедра немножечко были как бы тесноваты но так как я хотела и задумывала чтобы это было широко я уже саму вот эту вещь оставила дочери я ее уже все прострочила чуть-чуть не терпеть наберите терпение я расскажу как бы предысторию чтобы уже было понятно что к чему оставила дочери так как она решила что ей это тоже пойдет и по цвету подходит то есть сама модель очень простая вот раскрой как у распашонки абсолютно прямой здесь идет сгиб ткани я специально вот эту вот не погладила даже не буду говорить что она помята ничего страшного хотела вам показать как вот она лежала так она и замялась моя вещь уже проглажена сейчас вы видите разницу это все прострочено даже наметка я вот еще и не снимала наметку уже оставила это дочери она все снимет осталось выполнить к этому каемочку вот и обратите внимание почему показываю это сначала изделие потому что горловина здесь очень широкая сразу учитывается для ширины каемочки и выполняется на очень очень глубоко возможно кто захочет повторить чтобы понимали что кайма займет какое-то место ну и я решила что вот это изделие я оставлю уже как бы прострочила дочери она закончит его и будет как бы шить то есть она пошита но уже будет выполнена сама кайма вот это вот кружево да и я уже ей как бы прострочу ну а мое мое практически готово изделие выглядит вот она вот так здесь горловина я уже показывала что она очень довольно таки широкая вяжется крючком вот такая каемка как еще называется до кружева либо ну вот не знаю кто как называет а вяжется крючочком тоже такая же для на рукава и и вот у меня сейчас остался низ изделия вот здесь у меня все прострочено краешек очень очень тоненько подгибается и и выполняется строчка и потом пришивается к самому краю тому что вот мы подшили можно конечно выполнить сразу подогнуть и строчку выполнять вместе с кружевом но я решила что лучше сделать две строчки потому что ты можешь не предугадать ты здесь когда идет строчка ты ориентируешься именно это крючок он не идеально как бы ложится все равно есть какие-то вещи вот но здесь не подразумевается чтобы были какие-то точные ровные линии потому что это изделие ткань плюс связаниями здесь некие такие погрешности они как бы допустимы специально рассыпала вот здесь немножечко подальше вот такие яркие элементы потому что покажу вам сейчас модель которую конкретно я увидела в инстаграме и загорелась этой идеей даже это не инстаграм а это мой любимый пенантерес который я постоянно регулярно смотрю вот такая вот распашонка здесь правда на плечиках идут эти швы но я не захотела чтобы были швы здесь девушка конечно очень такая худенькая и видно что ткань такая же которая очень не здорово мнется потому что я считаю что как бы на пляже это вполне нормально на природе это вполне приемлемо когда ты садишься за мятости сзади вот и вот такие вот у нее яр яркие элементы вот такая вот яркая сумочка посмотрим по поводу того как дойдет ли у меня идея до сумки но вот такие элементы буквально можно сказать украшения которые не очень-то серьезные да то есть это море отдых и так далее можно вот использовать не натуральные камни здесь данном случае ракушки но у меня есть тоже где-то посмотрим можно будет сочетать вот вот сейчас вот более передается правдиво такая яркая зелень вот очень очень точно передается цвет здесь вот на модели голубая ткань можно очень есть тоненький такой джинс тоненький джинс он также мнется поэтому я не переживала что вискоза у меня будет заминаться то есть я поглажу буду одевать если я где-то присяду то есть будет мяться сзади мне это вообще как бы не беспокоит и кружево буквально если вы увидите я буквально вот рассматривала очень близко путем того что знаю крючок здесь просчитала сколько столбиков должно быть вот и выполнила эту каевочку именно четко по тому как я представила себе вот как она на фотографии кстати здесь немножечко по-другому сделано потому что я так понимаю что у нее возможно не такой глубокий вырез я его немножко углубила больше ниже линии груди да возможно будет виден здесь либо купальник либо бюстгальтер но это не критично не страшно на море я думаю что это как бы вполне нормально здесь у меня теперь задача состоит в том чтобы выполнить внизу я уже набрала петельки внизу изделия и у девушки он более-менее короткие я конечно буду выполнять где-то с ладошку до колена у меня будет само изделие из ткани и плюс вот эта каемочка она будет как бы закрывать немножечко доходить до колена я думаю что как бы такая длина вполне нормально по поводу бус не знаю успею ли я нанизать их сделать выполнить там мне понравились у нее кисти у меня этих кисточек нет какие-нибудь браслеты возможно тоже будут вот но сумочка у меня как-то вертится в голове посмотрим а сделаю я или нет значит по поводу здесь каймы здесь идет острый угол здесь нет вот этих вот столбиков идут просто как бы воздушные цепочки и добавлены такие полустолбики потом уже идет сам столбик для того чтобы был острый кончик я как-то начинала уже одну кайму но просто она не была коротковата потому что сложно примерять то есть вот она как выглядит когда она идет крючочком когда ты ее проглаживаешь она довольно таки прилично смотрится вещь еще не постирана поэтому я думаю что я ее немножко поношу а потом уже буду стирать смысла нет и у нее хлопок я так понимала что не мерсеризированный он не блестящий но я отталкивался того я пошла с тканью и смотрела к что подходила под ткань поэтому какой был цвет идеально подошел к этому оттенку и вот так вот край выглядит для того чтобы он лег вот в это пространство вот тогда и потом уже отталкиваясь от того какой здесь угол здесь уже набираешь вот так чтобы этот угол сошел здесь у горловины то есть у этого мыса я наверно три раза здесь переделывала выполнила сначала вот так вот прямо смотрелось не очень дочь сказала что как-то обрубается и меди стиля не нравилось мне больше все таки и подходит вы вырез и вот на третьей попытке я уже здесь как бы у меня получилось более-менее хотя эта сетка так смотрится как бы не имеет никакой там пропорции да но все равно как бы я старалась чтобы были какие-то то есть симметричность какая-то и выполняла это отдельно от одной нитки и это потом уже как бы соединила очень сложно вот здесь вот выполнить но это у меня нет схемы кто будет спрашивать про схему у меня нет схемы абсолютно девочки это я вот как посмотрела на фотографии так и выполнила это раз во вторых вот здесь я все примеряла у кого-то очень грудь будет большая например да и здесь кто-то выполнит горловину допустим повыше и тогда здесь нужно будет только вот так вот чуть-чуть соединить и все этот вырез будет достаточно у нее кстати еще вот здесь было поверху добавлено на шее и на плечиках мне достаточно это я хочу чтобы было эта одежда одевалась со свистом вот и так как я оставила первый вариант который я выполнила и бедра у меня немножко были там тесноватым это вторую я уже покроила на то я оставляла свободное для свободного такого дохода как говорится здесь я добавила чуть чуть больше и меня удовлетворил результат так как я оставила первый вариант для дочери мы решили что же покупать такую же нитку и выполнять одинаково как-то не хочется быть в одном и том же одеянии вот хочется чтобы было разное мы покопались в своих остатках и вот у меня был такой вот клубок ниточек клубок то есть моток я его покупала конкретно для салфетки это тоже по моему вискоза стопроцентная дева миссисипи не нашла я оттенок и мне понравилась эта идея что она яркая не надо будет никаких бус здесь вот цветопередача она конечно совершенно другая здесь вот эти желтые оттенки очень яркие подойдут вот к этим здесь есть цвета которые есть в этой ткани это вот как она будет ложиться в вязание крючком непонятно это нужно пробовать вот я для дочери уже пошила все оставила как бы чтобы было только довязано вот это каемочка это кружево и пришита а посмотрим как у нее будет получаться это пряжа немножечко тоньше поэтому весь эффект в на фотографию у той девочки в том что сама вот это вот она имеет такую как бы грубую основу хлопок такой доморощенный да как говорится толстенький вот и ткань очень тонкая вот в этом весь и как бы дизайн этой вещи да что как бы вот вязаная грубо а здесь пряжа она немножко тоньше посмотрим как будет получаться возможно что она выберет тоже хлопок и будет другой цвет если цвета будут ложиться как-то кусками вот посмотрим какой будет из этого эксперимент но она не торопится потому что ей как бы сейчас это не горит как будет изделие как получится это уже будет известно потом на следующем летом ну а я сейчас буду завершать свою кайму которая будет внизу я уже набрала петельки и их довольно таки очень много принцип сам такой что вяжется воздушная цепочка такого размера и длины которые нужно определить на рукава и либо на горловине и вяжется воздушная цепочка и потом обвязывается сначала один край который идет по цепочке вот так а потом поворачивается и обвязывается второй край у нас получается вот это вот серединка на фотографии у этой девочки я так думаю что это серединка шире поэтому я думаю что там связано по несколько рядов не знаю можно можно конечно внизу выполнить и по пошире вот это вот и дальше идут 4 столбика с тремя накидами кто хочет я конечно могу показать фрагменты буквально здесь ничего сложного нет у меня схемы нет то есть я вязала так как я видела по фотографии я сейчас движу вот эту цепочку до конца вот этот вот ряд то есть вяжется он обычно кто вяжет крючком я так понимаю что здесь даже схема не нужно понятно как вяжется сама такая емко уже по столбикам понятно да то есть обвязывается вот обычно в эту цепочку сначала я беру за одну стенку вот а когда я буду возвращаться вот обратно я буду подымать вот эти вот две и меня получится вот такая вот здесь будут получаться такие маленькие дырочки и цепочка у меня очень длинная здесь 350 петелек я обвяжу цепочку туда обратно и когда буду провязывать столбики включусь еще раз чтобы показать как вяжется вот эта кайма может быть она она вообще-то очень простая мне даже говорит свежи цветы красивые но вот эта графичность и и именно линии эти и поперечные вот эти вот листочки мне кажется что они как бы придают именно вот эту простоту вот этой выкройки и в том что она как бы такая свободная и в то же время с простой простой обычный край я уже не стала мудрить ничего с цветами и решила что я повторю то же самое как там включусь еще раз показать столбики и на самом деле фотографию я возможно на себе в данный момент сейчас в этом видео показывать не буду когда буду на отдыхе возможно уже в свободном таком и релаксирующем настроении я может быть сделаю какие-нибудь фотографии в каком-нибудь видео либо в инстаграме у меня будут фото именно вот в этом моем моей распашон очки ну а теперь я буду заканчивать все-таки каемочку свою включусь еще покажу вам кому интересно и и посмотрим я купила кстати еще бисер в цвет не знаю думала в начале когда загадывала выполнить какие-то строчки посмотрю если мне захочется этим заморачиваться потому что я понимаю что такая вещь на море стирается часто уместен ли здесь будет бисер вообще не знаю потому что он там такой прямо тон в тон ну это для таких как бы просто добавлений в в само изделие но если здесь будут бусы то бисер был бы не уместен посмотрим как закончится вся моя история покажу только вам как вяжутся столбики и на этом как бы из результат будет потом виден когда уже будут фотографии потому что здесь в наших условиях здесь где прохладно не очень-то сейчас уместно это показывать итак цепочка которая была связана связана с одной стороны и с другой стороны столбиками без накида вот я пришла в другой конец цепочки и теперь мне нужно несколько раз сделать здесь пару столбиков без накида для того чтобы из одной точки для того чтобы прийти вот именно 3 цепочки в а3 петельки и и а теперь выполняем цепочку из пяти из шести смотря у кого какие пряжа какая ниточка да здесь у меня крючочек 225 и пряжа я уже показывала метраж там у нас 330 метров 330 метров на 100 грамм и теперь нужно выполнять нам 3 накида прокалываем в ближайшую петельку и выполняем накиды провязываем их оставляем этот столбик на крючке и так выполняем 4 раза вот оставляем второй столбик на крючке выполняем 3 накида таких столбиков должно быть у нас 4 на данный момент их 3 можно выполнить 3 и вот эта цепочка будет являться как бы связующей стеночкой но я выполню 4 в конце когда у меня будет заканчиваться следующая цепочка то есть вот кончик этой цепочки я посмотрю как у меня будет ложиться там возможно будут 3 столбика но на данный момент я выполню 4 чтобы начало было как бы заложено этот шов будет находиться у меня с левой стороны он получается довольно таки аккуратный поэтому здесь нет значения сколько здесь 3 столбика либо 4 вот возможно в конце там будет 2 и вот эта стенка 2 стенки будет тоже как бы 4 все вот эти 4 столбика которые у нас на крючке мы 1 петелька их сначала спускаем оставляем эту петельку на крючочке и потом провязываем вместе затем выполняем 4 воздушные петли 3 4 и затем через одну петельку вот тут мы будем колоть вот в эту 3 накида на крючочек набираем пропускаем одну вот эту петельку в следующую колем крючок и провязываем аналогично как и в начале остается у нас столбик обязательно 3 накида чтобы не было так что один столбик ниже другой выше из-за того что недостаточно накидов и так вяжем цепочку до самого конца провязывая по 4 столбика с тремя накидами и провязывая их той последовательности то есть они у нас сначала остаются на крючочке а потом я сейчас не буду как бы терминологиями здесь сыпать потому что я их тоже не все знаю четко-четко литературно как они есть вот когда мы связали этот уголочек обязательно вот эту вот стенку нужно проверить насколько она вот здесь натянется потому что здесь у нас будет шов вот на рукаве где у нас тут рукав вот на рукаве видите вот вот эти вот столбики здесь у меня например 4 здесь 3 и здесь нет никакого принципа если вдруг здесь будет там допустим здесь 3 а здесь 2 и вот это будет 3 это не важно потому что здесь например в данном случае это подмышкой а шов который будет внизу это будет с левой стороны и он будет сшиваться его не видно я когда сначала собрала вот на рукава кружева я даже потом крутила не могла найти где находится этот стык все это делается крючком поэтому не видно где там нитки ничего это не сшивается это все делается выполняется крючком пришивается только кайма когда она уже практически готова за краешек вот здесь еще будут цепочки значит сейчас я провяжу вот такие столбики с одной стороны вот как здесь связано видите вот то что я вязала это была серединка я свяжу вот эти столбики в одну сторону повернусь в обратно так же сделаю когда у нас здесь будет конец вот этой цепочки мы аналогично будем выполнять воздушную цепочку для того чтобы был край закончен видите насколько у меня длинная цепочка чтобы он был равномерный и когда мы ее соберем чтобы это у нас соизмеримо как лента у нас отрезается да там ровный край так и здесь должно быть вот проще было на рукаве показать ну то есть вот сам кончик вот видите как получилась серединка то есть такие дырочки а вот сам кончик длинная поэтому она скрутилась мы когда сюда придем мы сделаем столько этих столбиков с накидами и когда у нас закончится мы выполним воздушные и придем к этой точке так же опять воздушная цепочка и пойдут дальше столбики потом я уже покажу как выполняется вот эта вот цепочка так после того как один ряд был связан я повернула сделала воздушную цепочку зацепила здесь петельки выполнила опять воздушную цепочку когда мы ее выполняем получается что нужно вот краешек вот этот вот так вот смотреть будет ли здесь вот так вот прямо вот квадратненько да вот так вот связала по кругу вот тоже столбики с тремя накидами до конца связала до конца почему вяжем по кругу потому что здесь получается лицевая и с этой стороны лицевая вот изнаночные изнаночные полотно именно нашей каймы после того как закончила последней обязательно нужно смотреть чтобы столбики друг над дружкой были те пропуски вот этих петелек которые были параллельно чтобы эти наши вот такие вот лепестки шли друг над дружкой теперь после того как связались вот воздушные цепочки тоже также проверим получается ли здесь вот так вот если зацепим уголочек и конкретно вот тут где есть петельки просто в прикреп без всяких столбиков без полустолбиков без ничего то есть прикреп для того чтобы здесь не создавалась дальше вот длина чтобы у нас лента не оказалась длинной вот и после этого просто вяжем вот так без обычные цепочки это вот у нас будет стенка которая будет зацеплен вот так вот кайма даже много здесь можно выполнить так чтобы здесь мы обхватываем петли а здесь можно выполнить прямо в петельку для того чтобы была статичность самой вот этой обвязки вот так и тогда у нас вот здесь будет прямое полотно теперь у нас между между вот этими лепесточками было 4 петли вот вот эти 4 воздушные петли аналогично также их провязываем 4 петли да вот так без накида два три четыре и пятую колем вот в это отверстие вот так если мы свяжем здесь три у нас будет полотно стягиваться поэтому четыре у нас были воздушные и здесь у нас идут 4 петли без накида 4 и этот это отверстие идет у нас 5 таким образом я провяжу до конца когда связана будет та сторона я сложу вот эти два краешка то есть получится у нас что я обвяжу все вот эти воздушные последний рядочек который был обвяжу воздушными петельками до петельками до конца когда я закончу вот этот ряд до конца я буду вот здесь я сложу лицо к лицу вот так и выполню вот здесь сразу одновременно чтобы центр был собран соединен одновременно здесь наберу и здесь и обвязку уже буду вести по изнаночному ряду получается что на кайме с одной стороны мы обвязываем на лицевой стороне у нас будет лицевая обвязка а с другой у нас будет идти с изнаночной стороны если вязать так чтобы было и там и там лицевая то получается что это нужно чтобы обрывалась ниточка и получилось так что у нас будет дополнительный узел этого я не хотела поэтому здесь где идет изнаночная обвязка я прострочила к ткани а здесь где идет лицевая обвязка она у меня идет вниз и шов который я соединила вместе канву он идет на изнанке вот видите как раз этот момент соединения обвязка на рукавах и внизу на изделии идет абсолютно одинаковая то есть здесь где у нас идут 4 воздушные петли мы обвязываем четыре да и пятую дырочку а на горловине просто хотела уточнить этот момент потому что горловина у нас идет здесь четыре обвязки пятая идет в отверстие а вот здесь начиная вот вот где у нас начинается да вот косточки да как они называются лучевые косточки да то мы здесь уже обвязываем по три по три петельки и это четвертую колем для чего это делается для того чтобы на горловине немножечко было стянуто иначе если мы провяжем по четыре у нас здесь будет просто вытянутое полотно вот так на шее и оно не будет облегать для того чтобы она ложилась облегала шею красиво вот вот от одного плеча практически даже ближе к ключице да если я правильно называла ключица да начиная от этого и до следующей то мы вот это вот этот участок мы выполняем по три каждый каждый уже может себе сам выполнить у кого более массивная эта часть то поменьше только сзади на спинке я выполнила больше чтобы прилегала то есть здесь мы идем четыре а потом там по три когда лента вот так вот вяжется она вся такая скукоженная можно ее легонечко побрызгать и погладить аккуратненько и потом пришить я закончу вот эту кайму и пришью к низу изделие и мое изделие по основной работе будет уже готово декоративность в декоративный вопрос это уже будет стоять совершенно отдельно буду ли я как бы украшать еще что-либо вот ну и как сказала фотографии я покажу уже когда буду на отдыхе вот я и закончила низ изделия пришила уже свою кайму буквально пару минут нанизала бусы те которые были разноцветные вразнобой ракушек у меня таких нет как на картинке не показываю на вешалке хотел на вешалке но свет передается совершенно другой поэтому так буквально пару секунд как выглядит вот так вот выглядит край подшетка низу изделия смотрится довольно таки аккуратно и яркие акценты которые я и думала которые хотелось мне немножко развеселить это изделие я думаю что бисер я не буду пришивать потому что у меня и мало времени осталось меня не отпускает мысль о том чтобы выполнить небольшую маленькую яркую сумочку поэтому я по минимуму уделяю времени этому те которые у меня были бусы я в скором таком быстром времени нанизала потому что я думаю что это будет не на века а на один сезон сколько проносится эта распашоночка вот вот такие вот яркие планирую что сумочка будет с акцентами желтого вот вот такое было у меня изделие я думаю что мне будет комфортно его носить потому что она очень очень легкая практически невесомая а вот эти части каймы как задумывалось я думаю что они должны быть тяжелые чуть-чуть оттягивать эту вещь так оно и происходит и сами бусы эти можно сзади этот элемент можно где-то вот так вот внизу впереди оставить я как бы думала что если я мне попадется еще до отъезда кисточка какая-нибудь я ее нанизаю и тогда это буду носить на шее вот так в принципе браслет я не буду у меня есть бисер миоки я планирую выполнить пару ниточек из этого бисера вот и носить их не снимая то есть они у меня будут как бы постоянно на лето в этот период отдыха вот такое у меня было изделие берите на заметку хотелось мне связать из пряжи хлопка очень тоненького выполнить ажурную такую тунику но времени почему-то мало крючком я думаю что это будет долгая история я не успею хочется как бы загорелой носить какую-то такую легкую вещицу поэтому я решила использовать вот ткань и кружевом на этом я с вами прощаюсь до новых встреч до следующих видео пока